так вот ребята снял я рулевой кардан значит состоит пылезащитное кольцо пластиковая палец и гайка палец выбился очень легко обычной отверткой то есть тупой стороны ручки и по отвертки пару раз ударил но если что болгаркой заточу легко выдался так вот ребята открутил я гайку она повреждена как видно повреждена и убили выбивали крутили пока мы так вот друзья поддеванием вот такой отвертки подставил отвертку несколько раз в разные места стукнула . просовывая снизу отсюда и отсюда постепенно и и разболтал и она снимается вот значит мы видим здесь прокладки раз-два-три они разные толщины их три штуки это очень хорошо что они там есть если бы их там не было это означает что последний ремонт и уже как говорится не подлежит ремонту уже выработка значит небольшой люфтик все-таки присутствует но небольшой ребята небольшой присутствует я это проверил только после того как я снял кардан откачал масло открутил болты подбил крышечку и отверткой оттуда отсюда грец-накрест ее сбросил вот она должна у нас сейчас вылезть вот она вылазит вот она вылазит ребята вот она у нас вылезла вот значит мы видим подшипники мы видим поломанный сальник ребята мы видим сальник вот я вам показываю видите пружинка слетела он оборваты полностью оборваты значит причина явно видно в чем что сальник у нас испорчен и течет это с него вот так вот я показываю разные ракурсами вот так вот видите да это я вытащила и ну все понятно что сальник под замену он по-любому был под замену но причина причина ясна теперь вот так вот ребята прокладки металлические всех протерты одну прокладку я удаляю самую тонкую значит что еще сальник выбивается вот как у нас ребята вот он сальник он порваты видно видно что он порваты на его части пружинка отдельно валяется выбросу значит кольцо квадратное кольцо и реально его видно на квадратной ночи болтается там как она сидела не знаю ставить будем новое сейчас покажу нюансы значит вставляется обычная гайка вот сюда вот которая пролазит пару ударов молоточком и сальник выбивается все с этим все понятно далее далее смотрим на кромки обязательно смотрим на кромки вот эти вот там где садится саник мне пришлось чуть-чуть подковырять отверткой не царапать а именно подковырять грязи было много зубная щёточка помощь с бензином все это вычищается если вы видите большой налет вкрапления какие-то обработки это металлической щеткой или скотч брайтом лучше металлическая щёточка металлическая щетка допустима при обработке и посадке резиновых уплотнительных колец самая мелкая щёточка и вот есть вот такие щёточки как зубные просто мне сейчас здесь у меня нет она мне не понадобилась но есть вот такие же металлические вот обрабатывается это и другим инструментом туда лезть лучше не стоит поскольку она обработается для блеска так и хорошо здесь чуть-чуть есть налет но не критично я думаю что держать он будет тут порват и сальник был вот это была причина но бывает что сальник надо подготовить под место сальника иначе будет пропускать моем случае еще терпимо как-то так друзья тут получилась такая незадача все это я собрал без одной металлической прокладки ну для того чтобы зажало как бы что либо лучше но сальник бьет бьет то есть него сальника вал бьет то есть вал не прижался к опорам посадочного места подшипников вот есть посадочное место оно должно так это у нас подшипник конусный он должен два подшипника должны вал сдавить и соответственно он не будет болтаться а тут у нас произошло что болтается болтается подшипник соответственно разобью этот сальник тут же потечет он долго работать не будет на снял я всю эту конструкцию и увидел что одного подшипника одного шарика в обойме нет до этого я крутил как бы его под шарики были все ну ладно держится держится я и и не снимал хотя учитывать что он упадет это необходимо видеокамера значит как бы не залезла внутри кратер она видит другой подшипник там шарики все но то что упала вовнутрь в кратер никак не в какую значит не видно потому что масло осталось это масло как бы я пока не сливал хотя теперь задумываюсь может его и слить ну ладно она не вытекает как бы так значит я сразу подумал где искать шарик может его не было до меня но фактически они были значит вывернул вал поднял на самый верх выкрутил вал поднял на сал и вверх и тогда только магнит магнит пролез у меня вот я вам показываю это только тогда он пролез туда и достал шарик вот обратите внимание вот он шарик все-таки не играл заливали шарик я поймал ребята это уже очень радует потому что подбирать шарик из чего-либо я не знаю как вот сейчас мы будем это все ставить на место про ну что ребята собрал я это всю эту всю конструкцию прокладки убрал все полностью ну чуть лучше но посмотрите какой люфт вот я от руки вращаю то есть колеса не крутятся он должен 90 градусов стать но это называется люфт ребят такой люфт такой люфт да это половина руля будет как-то она гулять как бы этот не активно понимаете да смысл что возможно во время кручения сборки у нас сбивается червячная передача или она слишком выработана дело в том что система работала у нас как работала она у нас без смазки поэтому все что угодно может быть поэтому вторая часть будет будет съем полностью всей конструкции по-другому ребята никак не после того будем регулировать как положено от начала до конца по-другому ребята никак халявный ремонт не проходит